25 тысяч погибших, около 150 тысяч с инвалидностью, свыше полумиллиона без крыши над головой. Спитакское землетрясение охватило почти половину Армении ровно 35 лет назад, 7 декабря. Накануне в Хабаровске прошла поминальная служба в память о жертвах трагедии. На ней в строящуюся армянско-христианскую церковь пришли представители армянской диаспоры. Подробности расскажем далее. Женщины с плачем рассказывают о гибели родственников, просят помощи. Слышатся выкрики мужчин, нужна прежде всего техника, не хватает мощных кран. Невозможно словами выразить то, что видишь здесь в многострадальном Ленинакаре. Сейчас самое главное – спасти всех, кого еще можно спасти. 7 декабря 1988 года земля буквально ушла из под ног жителей советской Армении. Всего за полминуты мощное землетрясение разрушило почти всю северную часть республики. Это около 40% всей территории страны. Наибольший урон понес город Спитак, который находился в эпицентре, от которого тогда практически ничего не осталось. Спитакское землетрясение, еще известное как Ленинаканское, унесло 25 тысяч человеческих жизней, включая детские. Многие в тот момент были в школах и детсадах. Больше полумиллиона человек остались без крова. Около 150 тысяч стали инвалидами. На помощь жертвам катастрофы пришли все страны СССР. Мы не должны забывать такие трагедии. Мы должны всегда вспоминать, напоминать, показать другим. И, к примеру, этих трагедий, как весь цивилизионный мир нам помогал в эти трагедии, показать миру, что все люди – это братья, это сестры. Здесь хабаровские, тут частичко армян, которые живут. Тоже надо вот это все передавать, чтобы особо молодежь знала, не забывала. В этой страшной трагедии многие потеряли своих экипы, родных, друзей. Мы даже здесь проживаем, в Кабаровском крае, достаточно очень далеко. Тоже оскорбили вместе со всеми, потому что погибли люди, дети, старики. 35 лет прошло со спитакской трагедии. Воспоминания не стерлись. Около 10 тысяч армян проживают сегодня в Хабаровском крае. В его столице – 3 тысячи. В памятную дату представители армянской диаспоры приходят на поминальную службу. Чтобы провести ее, из Москвы в Хабаровск приехал священник российской и новонахичеванской епархии армянской апостольской церкви отец Габриэл. Первые толчки земли зафиксировали на северо-западе армянской советской социалистической республики в 10.41 по московскому времени, по Хабаровскому в 17.41. Именно поэтому поминальная служба начинается в это время. А местом для ее проведения выбрана строящаяся в краевом центре армянско-христианская церковь. Армянская апостольская православная церковь строится в Хабаровске с мая, прошлого года. Будущая 30-метровая святыня возводится исключительно на пожертвования горожан недалеко от центра города, на улице Воронежской. Мария Шулешко, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова